Фирма доставлен с деком, при этом он как бы упакован в такой вот чехол смягчительный, скажем так, такая здесь коробка серьезная, здесь все на пломбах, Aldacub IPI 50 моделька, 64 гиговую версию я взял, просто первый раз с этой фирмой сталкиваюсь, поэтому решил чуть-чуть сэкономить, там раньше полторы тысячи по-моему было между 128 гиговую и 64 гиговой версией, то есть можно было в принципе взять 128 гиговую, ну и решил попробовать именно 64 гиговую, шел примерно, он чуть меньше чем неделю с деком до Нижнего Новгорода, в общем сейчас будем коробочку вскрывать, смотреть что у нас там внутри. здесь параметры, так это на испанском, сам планшетец, положим пока его, кабель, кабель Type-C, с виду даже неплохого качества, зарядник, что-то зарядник подозрительно легкий, 5 вольт 2 ампера, очень легкий, какой-то видимо, но он еще ноунейм, хотя вот моделька есть, HNT M520, 5 вольт 2 ампера, зарядник, ну зарядник походу, так все по качеству, ну судя по весу, возможно, так инструкция, вполне нормально, ну конечно 628 в идеале был бы, я что-то зажал бы. Характеристика русский пиквод, сделан здесь немножечко конечно был местами корявенько, например срок службы батареи, то есть вместо времени автономной работы написали, шрифты тут у них скачут кое-где, где-то мелким написано, ну то есть не заглавные буквы, соответственно разным размером шрифта, у меня версия 6 плюс 64 я взял, также у меня на смартфоне такой же объем памяти, хотя смартфон правда 3 года, но он достаточно тогда, в то время был хоть не очень новый Meizu 16 уже на тот момент, вот, но достаточно еще интересно, мы сейчас в принципе 64, еще вполне нормально, ну конечно 628 в идеале был бы, я что-то зажал деньги на 128, потому что фирма неизвестна для меня была, я думаю, какое качество, непонятно, купишь, потом были какие-то нюансы, но пока даже вот по коробке видно, что сделано нормально, на разных языках переведено, там вообще на итальянских, на испанских, с обратной стороны, здесь вот на английском, пожалуйста, все сделали нормально, плюс какие есть, 5 гигагерц, сразу видим, даже GPS есть, Bluetooth, ну вот, разные варианты, у меня он средненький вариант по памяти, Unisoc T618 в принципе нормальный процессор, с современными ядрами, 75 по-моему там 2 ядра у него, Cortex A75, батарейка здесь в принципе тоже нормальная, по емкости, если емкости указана верно, свеженький Android 12, ну камера 5 плюс 8, камера в планшете, я не знаю, честно говоря, для чего нужны, кто им ничего снимает, фотографирует, только нужна фронталка для звонков, потому что там, например, Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, ну вот, Battery Life, здесь тоже они написали, ну вот, здесь указано только где, чего находится, ну тоже вот здесь на русском, габариты здесь не даны, но экран здесь четкий, здесь тоже еще плюс преимущество, 10 дюймов экран, разрешение 1200 на 2000, тоже очень хорошее разрешение, не знаю, какая там матрица насколько хорошая стоит по качеству, но разрешение экрана здесь отличное, также как в конфигурации, в принципе, по железу память и процессор здесь тоже достаточно, ну, по памяти вообще все отлично, процессор тоже здесь хороший, то есть многие до сих пор в этом же ценовом сегменте производителя ставят процессоры А53 Cortex архитектуры до сих пор, тормож лет 7, как их делают, вот у меня дух гиггерцовый, 2016 мегагерц, Redmi 4, ему уже фиг знает сколько лет, я году в семнадцатом, наверное, его покупал, может и в шестнадцатом уже не помню, так, ладно, сейчас буду распаковывать, корпус, кстати, алюминиевый, так, вот такой вот планшетец показался у нас, алюминиевый корпус, тоненький, достаточно так современно он выглядит, здесь у нас слот под симки, то есть здесь можно, в принципе, и мобильным интернетом пользоваться, здесь, видимо, микрофон, что ли, еще рядом, Type-C порт, динамик, динамиков два, здесь у нас кнопки включения и регулировки громкости, так, здесь защитная пленка у нас наклеена, которую оторвать надо, так, здесь камера передняя, здесь у нас основная камера, достаточно сильно выпирает она, кстати, потому что тонкий еще корпус, обычно еще, когда сильно выпирает, матрица достаточно большого размера, не знаю, какой здесь сенсор вообще стоит, честно говоря, 8 мегапикселей, вряд ли она будет хорошая, модель T1020, 5 вольт, 2 ампера, у нас здесь вход, у меня вызвал некоторые подозрения, у меня вызвал некоторые подозрения по качеству из-за веса, но больно, он реально легкий для 2 амперного, что там за трансформатор внутри, понятно, что импульсный, но размеры всего, все, наверное, простенькое, но позже я, может быть, его затестирую, не знаю, есть ли в этом смысл, потому что буду пользоваться другим зарядником, другим кабелем, кабель, кстати, нормальный, по качеству я его разворачивал, ну вот, а пользоваться буду другим зарядником, потому что, чтобы не плодить тысячи зарядников, тысячи кабелей, просто вот тем, что уже есть, потому что уже полно устройств, где универсальные зарядки, то есть, 5 вольт, 2 ампера она выдаст, и там длинный, хороший тоже кабель, уже есть у меня. Вес примерно полкило, то есть, в принципе, не такой уж он и легкий, и не такой уж он тяжелый, то есть, вес оптимальный, учитывая, что корпус здесь металлический, будет хорошее охлаждение, и достаточно жесткий корпус, то здесь все, в принципе, в этом плане нормально. под закос под айпад, и здесь у нас изготовлен из алюминия, как я ранее уже говорил, вот эта вот часть здесь, такие у нас отфрезерованные грани, то есть, очень сделано аккуратно, очень качественно корпусом сделан, ну, тут в каком-то стиле, наверное, айфон он сделан под айфон, тут какой-нибудь закос под айпад, и здесь у нас эта часть пластиковая, ну, пластик довольно-таки качественный, здесь сделан он под металл, то есть, сразу чувствую, что это пластик, но почему-то они сделали вот эту часть, но, видимо, здесь то, что съемная часть, плюс здесь еще вот с угла мини-джек, но углу почему-то вы решили сделать скрывается, то есть, его я сразу-то и не заметил, что здесь есть мини-джек, но он присутствует, точнее, часть защитной пленки, которая у нас транспортировочная пленка, и тут у нас еще остается пленка, тоже здесь она просто у меня сейчас сначала при отклеивании защитной пленочки немножечко попыталась отслоиться, ну вот, сейчас я ее здесь немножко, да, глажу, скажем так, и вот, в принципе, вот он предстает перед нами глянцевый экран данного планшета. Так, андроид, сматываю, пленка, конечно, была лучше в плане отражения. Так, старт. Так, английский язык. Давайте посмотрим. Белорусский, русский. Начать. Отключение к мобильной сети пропустить. Настроить оффлайн, потом сетку я настрою. Так, дата и время. Шанхай. Куала-Лумпур. Так, где у нас Магадан вот есть? Все, что ли? Где Москва-то? А, выше. Вот она, Москва, стандартное время. 19.43. Сейчас у нас 13, по-моему, 43. Какие тут часики. Это, видимо, стандартный андроид, я так понимаю. Так, двенадцатый. Это пуканье, конечно, отключить надо. Так, использовать местоположение. Отключим. Так, отправка данных. Так, а тут что у нас? Ну, ладно, это потом можно будет настроить. Так, задайте пин-код. Ну, давайте еще зададим. Хотя, в принципе, что его задавать? Здесь планшет будет пропустить. Так, ну, вот он экран. Сразу видно здесь, что IPS-матрица. Потому что достаточно она такой синеватый, но приятный, в принципе, экран сразу скажу. То есть, каких-то либо, пока что, по крайней мере, к нему нареканий нет. Что-то там пытается закачаться, хотя я к Wi-Fi ничего не давал доступ. Скачивается файл. Обновление готово к установке, интернета нет. Отлично. То есть, пытается он обновиться, а интернета у нас нет. Потому что. Сейчас фильм большой. 200 мегабит. Плюс повторно сейчас выполню. 2D-тест и 3D-тест. Ну, что могу сказать? Здесь IPS-матрица. К качеству матрицы каких-то претензий у меня нет. То есть, в принципе, нормальная матрица. Достаточно быстрая. Ну, IPS, естественно. Углы обзора, кстати, у нее, не сказать, что прям плохие какие-то. Углы обзора здесь вполне нормальные у нее. То есть, к матрице, в принципе, вопросов нет. Особенно за эти деньги. Особенно с учетом того, что здесь у нас 10 дюймов и с таким достаточно большим разрешением. То есть, матрица здесь хорошая. Давайте 3D-шку еще запустим. Конечно, это не AMOLED-матрица, да, не Super AMOLED. Ну, как бы здесь другие уже категории. Плюс кому-то как раз-таки больше подходит для глаз именно IPS-матрица. По поводу ШИМа. Каких-то здесь сейчас я не вижу. Морганий и так далее. Так. Попробуем здесь еще выставить. Здесь у нас сейчас на максимуме яркость стоит. Давайте, вот я наполовину выставлю яркость. Так, это все пока ладно, оставим. Wi-Fi FTP-клиент пускай работает пока. Я сейчас через него загрузил утилиту для тестирования ПРОЦА ЦПУ, троттлинг-тест. Потому что она с Play Market не грузится, так как Android здесь 12. Она говорит, не-не-не, не загружусь. Пришлось с FAPDA качать. И также с A1 SSD Benchmark для тестирования памяти, флэша и RAM. Ну, я еще другой утилитой потестировал. Тоже скриншоты будут приложены. Ну, по памяти здесь, кстати, достойна тоже скорость работы именно по флэшу постоянной. Максимум здесь 250 мегов. Как на чтение, так и на записи выжимается. Копировался файл большой, 20-ти гиговый утилитой. Давайте я сейчас сразу начал говорить. Ну, конечно, здесь надо побольше все-таки подсветочку дать. То есть матрица здесь, конечно, не самая яркая. Но с другой стороны, в принципе, ничего страшного нет. Мы только что запускали перфоманс-тест. Так, вот она, SD-карт тест утилиты. Результаты. Вот они. Чтение 279, запись 238, чтение 280, 270, запись 240. Ну, в общем, в районе 250 и то, и то. По скорости Wi-Fi здесь пятерка. Копировал я сейчас фильм большой. 200 мегабит плюс-минус там 20 мегабит. Стабильно он держит, как, в принципе, любой смартфон, который поддерживает AC-шный режим 802, 801 AC. То есть, AC-шный режим. Проф у меня сейчас сотку дает. Ну, здесь вот чуть-чуть меньше при, соответственно, загрузку было. Может быть, здесь сервер, то, что не провайдерский, немножко он затупил. Ну, тут не суть, как бы смысла проверять нет. CPU-Z. Проц, как обещали, T618, два ядра 75-х, шесть ядер 55-х, 1820 МГц здесь по малым ядрам 53-м и 2000 по 75-м. Проц достаточно интересный, достаточно производительный. Не скажу, что он слабже там Qualcomm'ов каких-то. Вот, например, 710-го, как у меня стоит в стареньком смартфоне. Ну, как стареньком. Он достаточно еще приличный по нынешним временам. Вот. То есть, процесс здесь вообще хватит за глаза. Многие планшеты до сих пор A53 ставят китайцы, как бы, и с менее производительными ядрами. Здесь, ну, отличный, достаточно известный китайский процессор. То есть, он прямо здесь сейчас в наше время достаточно топовый для бюджетных устройств, я вот так вот скажу. Вот. Но, единственный, конечно, техпроцесс у него толстоватый, но, в принципе, вполне нормальным. Вот он наш девайс. IPI50, как видим. Изрешение. Screen Size. Размер 10.36 дюйма. 1200 на 2000. 220 дпи. Total RAM 5544. То есть, чуть поменьше он показывает. Ну, тут еще под графику явно выделено. Еще подошло. Доступно сейчас у меня 50%. Storage 52 гига. Available 42.6. Ну, тут я сейчас записал еще туда. 5 гигов, по-моему, файл. Ну, плюс еще там 10, по-моему, гигов жрет сама получит, сам Android. То есть, здесь, видимо, без учета Android, что ли, здесь. Потому что я еще программ наставил, походу, да. Вот это Internal Storage без учета OS самой. Так, здесь что-то подтупливает CPU-Z. До этого у меня он показывал. Сейчас давайте его перезапустим. Единственное, это попукивание, конечно, надо выключить будет. Чувствую, я здесь динамики не самого лучшего качества, но позже это проверим. Так, что-то он не хочет. До этого показывал. Сейчас что-то. А, во. В таком вот режиме. Так, так, так. System battery. Что-то он подтупливает в этом именно приложении. Так, тест сенсорного экрана. Сенсор здесь работает нормально. То есть, каких-то к нему. Надо, естественно, конечно, проверить, сколько у нас здесь уровней. Еще вот одна утилитка есть. Так, где у нас здесь Single Touch Test. Так. Просто на качество работы. Там еще отдельно было именно на Multi Touch. Так. Так. 3D Test. Color Gradients. О, Multi Touch. Вот он у нас Multi Touch. Так. Ну, сейчас попробую еще пальцев. Это всего 5 на одной руке. Так. 10 точек он держит. Сейчас я проверял. Вот так вот даже если... То есть, две руки прикладываешь, здесь точек есть. Multi Touch здесь работает все нормально с ним. Качество звука, конечно, средненькое. Качество звука, конечно, средненькое. Не самое хорошее и не самое дрянное. В принципе, слушать можно. Конечно, хотелось бы побольше низов. Немножечко высокочастотное. Ну, вот музыка, например, в ролике. Здесь, конечно, много высоких. Слюбаем. Вот на половине громкости, в принципе, уже получше. Выглядит так. Все проигрывается нормально. То есть, от гугла тест в браузере наполняется. В данном случае в гугле хроме, в свежей версии, что цифры были актуальны. Цифры получились очень здесь даже достойные. То есть, процессор здесь, как я уже подчеркивал ранее, приличненький такой. Даже по нынешним меркам 23-го года не сильно она встает от топовых. Ну, не от топовых, но близко к топовым смартфонам по производительности. То есть, там примерно такие же ядра тоже. А75, А76 стоят. Ну, и в более новых там уже другие ядра, например, X3. Там на это уже супер топ уже варианты идут. Совсем там другие ценники. Там будет, кстати, конечно, выше, но здесь вот он крепкий среднячок, скажем так, по данным цифрам. 50 гигафлопс производительность в начале здесь, потому что сейчас частота, как видим, все-таки держится в районе 2 ГГц. После 10 минут она несколько падала, эта частота. Сейчас она здесь двушечка. Здесь 1,8. Порядка 150 гигафлопс производительность. Батарея, кстати, очень хорошо держит. Все, 65% заряд, хотя я уже несколько часов его тут по-разному гоняю. Хочу сильнее разрядить его, чтобы потом заметить, какой будет ток заряда все-таки. И посмотреть, полностью его зарядить, посмотреть, сколько там фильм какой-нибудь, например, будет проигрываться и так далее. То есть батарея здесь, по всей видимости, хорошего качества. Возможно, дело не в программе. 1,87. Был 1,2. Прошло здесь всего лишь по полторы минуты. Ну, как... немножечко вот снизился, но каких-то здесь скачков. Прямо, чтобы процессор сильно сбрасывал, как это при сильном троттлинге бывает. То есть такого здесь не наблюдается. Посмотрим сейчас, что еще будет. Через 10 минут поставил я тест вообще на полчаса в данном случае. И поставил с кланем температуры, но, к сожалению, температура здесь не видится. Только указана, видимо, общая температура. Не знаю, процессор умеет или не умеет вообще по ядрам выдавать температуру. Возможно, и не умеет. То есть, возможно, дело не в программе. Вот. Ну, пока что результат достаточно хороший по производительности. Задержится на 140 гигафлопс производительность. Здесь что-то так и остались. 1,74. Здесь 1,82, как были на этих ядрах. Они, видимо, не очень то, что горячие. Здесь все-таки изначально был душ. Сейчас стабилизировалось на 1,74. До этого еще там на 1,8 скакало. Сейчас 1,74, по производительности в районе 140 гигафлопс. Плюс еще включена вафля. Конечно, можно было ее вырубить. Но, вроде как, на результат не влияет. Все достаточно стабильно. Судя по температуре. То есть, вот здесь вот он стоит. Вот. Немножко здесь нагрев. Ну, так как корпус у нас металлический, он более-менее тепло здесь распределяется. Но все равно здесь вот этот участок, он более теплый, чем остальные участки корпуса. Было от максимальной производительности. Ну, про гонус, с учетом того, что я периодически делал еще скриншоты, что влияло также на производительность, снижая ее в некоторых процентах, в некотором соотношении. Ну, в целом, тут все результат нормальный. 92% здесь было от максимальной производительности. Здесь небольшой снежинец был, но это видно было изначально. То есть, видим плохой теплоотвод на корпус, вероятно. Ну, тем не менее, то, что корпус металлический, процессор достаточно тоже здесь не самый холодный, не самый горячий, потому что у него это старый техпроцесс, достаточно производительные ядра. То есть, все равно он здесь держится очень даже хорошо, даже при такой стресс нагрузке. Вот пример картинки. Картинка нормальная, но периодически, конечно, проскакивает то, что слишком маленькое разрешение для такого большого экрана. Хотя здесь оно, конкретно в этой модели, достаточно высокое, если сравнивать с конкурентами. Ну, плотность пикселей там где-то 200 с чем-то здесь. Обычно я привык уже к 400 пикселям к плотности. А так, в целом, неплохо, неплохой экран, неплохая матрица. Звук у меня сейчас выводится на Bluetooth наушники. Тормозов нет никаких. Вот сейчас могу наушник поднести к микрофону. Наверное, не будет слышно. Так, вот с автовыставки с какой-то видео, с шанхайской, по всей видимости. Вафли работают замечательно. Пятики герцовые. Единственное, был бы звук встроенный еще получше, но с наушниками вообще сказка. Какая бы красота. Не самого высокого качества рип, но качество нормальное отображение. Тормозов нету. Экран 60 герцовый, кстати. Идеально для просмотра. Держать не надо, очень удобно. Получается такой мини-экранчик. Все работает хорошо. YouTube показывает фильм. Тоже я смотрел, заряда хватает надолго. То есть, емкость батареи здесь явно не завышена. Попробую сейчас я разрядить его близко к нулю. И посмотрим, сколько зальется туда. Через монитор от Фнирси получается. Глядим, сколько туда зальется. Ну, примерно, плюс-минус. Но то, как он долго работает, я думаю, что здесь емкость, которая заявлена, соответствует оригиналу. И на пару, даже может быть тройку фильмов стандартных одного заряда аккумулятора хватит. На два фильма точно, на три не уверен, но скорее всего тоже хватит. Единственное, здесь динамики немножечко нет, не очень-то, но в целом пойдут. Но я думаю, что ничего, наверное, не поменяется. С USB-порта такого тугриновского удлинителя. Дог розеточного ранее у меня был на обзоре. Такие здесь сейчас параметры. Изначально был чуть повыше ток, сейчас немножечко он подопустился. Заряд сейчас у нас где-то в районе 40%. Так, кнопочку нащупать. 38% заряд. Вот с включенным экраном, видим, поднимается ток. С экрана выключить. Ток у нас уменьшается. Сейчас он потухнет. Вот. Может был кнопку нажать. Да, вот уже 1,7 стал. Конечно, батарея не полностью разряжена, но с другой стороны, при таком проценте разряда, должен идти у нас уже максимум по заряду. Сейчас еще попробую в соседний порт. Воткну, потому что здесь немножечко разные порты. Но я думаю, что ничего, наверное, не поменяется. Вот. Еще по поводу кнопочек. Здесь слишком какие-то хлипковатые кнопки, но с другой стороны, в принципе, они работают. Вот. Но как бы могли бы кнопки сделать, мне кажется, побольше и как-то понадежнее эти кнопки. Но с другой стороны, вроде, работают и ладно. Ну, такой вот небольшой момент. Так, сейчас попробуем переткнуться. 1,7 у нас здесь. Так, в соседний USB-порт. Так, экран зажегся. Так, 1,89 здесь. Здесь вот как раз куалкомовские хорошо работают зарядники. Так, что-то он. Контакт что-то плохой. Так, ну, вот около 10 ватт примерно. Ну, сейчас экран включен. Так, давайте не будем дожидаться. Экрана я потушил. Так, в этом порту, ну, тоже он, да, 1,7 падает. Ток. Все, вот экран выключен. Ток сразу же падает. Сейчас около 40 процентов должен быть заряд. То есть 2 ампера здесь у нас только при таком раскладе. Ну, сейчас попробуем еще штатную зарядку ради интереса. Какое там будет напряжение. Здесь вот 5,08. Чуть-чуть подзавышенный. Ну, в рамках как бы допуска. Здесь нормальный, потому что стоит преобразователь. Контроллер нормальный заряда в этом. Удлинитель от Ugreen был у меня на обзоре ранее. Модель не помню уже, как она здесь называется. Так, 30 ватт здесь. Мощность CD280. Это Ugreen. Так, подсветка убавилась. Можно выключить основную. В общем, вот он так и остается. И стоит только включить экран. Сразу ток возрастает практически до максимума. Качнуть сюда. Здесь у нас 6 видео. Ранее тестировал я им приставку на андроиде. Видео сами по себе тяжелые. Вот эти, насколько я помню, 2 Full HD. Ну, позже я параметры покажу, какие. И еще 4. У нас 4К видео. Hefk здесь H264. 4Кшники, они еще 10-битные. То есть это очень жесткие видео. Вот и потоки 200 мегабит. Это очень тяжело. Сейчас я проигрываю в MX Player. Ну, первое видео проигрывается. Вообще каких-либо тормозов здесь нет. Хардвейр она проигрывается аппаратно. 100 мегабит он вполне играет. У процесса заявлено то, что поддерживается HD. Видео декодирование аппаратно. 4К типа он не умеет якобы. Ну, если это верить о информации на одном из сайтов, где спецификации данного процессора предоставлены. Ну, я честно говоря, как-то сомневаюсь в этом. Но все возможно, так как процесс считается бюджетным. Ну, если что, попробуем в софтвар режиме. Так, вот 200 мегабит 4К. Да, 4К действительно уже у нас хардварно. Если, конечно, здесь MX Player могет. Так, это сейчас он HV Plus включил. Так, просто хардварно не поддерживается. Софтварно смотрим. Ну да, значит он не тащит. Но это жесткое видео. Это хоть не 10 бит, но это 200 мегабит уже. Для 4К тоже достаточно тяжело. Так, ну тут 10 бит. Как бы вообще без комментариев. Да, то есть по сути, походу, действительно он только Full HD катает. Ну, либо 4К какой-то фильм стандартный. Можно попробовать качнуть сюда. Тут дальше уже проверять тоже нет смысла. 300 мегабит. Там 250 был предпоследний. Тут последний 300 мегабит. Ну тут уже разницы никакой нет. 200-300 мегабит. Еще раз давайте. 200. Здесь как будто даже оно жестче проигрывается. Так, это я все софтово гоняю. Так. А, здесь вообще Hardware не поддерживается, кстати. Интересно. А вот это вот он мог софтверно. То есть Hardware Plus он здесь мог. Так, ну даже здесь Hardware Plus все равно жуткие тормоза. Еще раз 100 мегабит. H264. Так, это у нас Hardware. Лагов нет по сути. Ну, тоже чувствует, что так ему. Да, в принципе, не сказать, что на пределе. Даже софтверно проигрывает, пожалуйста. Так. И тогда сейчас попробуем то же самое проиграть. Так. Так. Вот это, похоже, первое видео. Так. Второе. Она тоже у нас нормально игралась. Так. И вот здесь, походу, уже это не удалось. Ну, это гугловский проигрыватель. Тоже явно не удалось. Он просто даже их не пытается. Не удалось. Ну, вот получается как-то так. А так вот тот же. Тут у меня есть еще золотая лихорадка. Тут она даже поменьше, чем 1080p. То есть все там вообще отлично. Ну, здесь даже 1080p играется. Короче, из 4К можно, в принципе, попробовать фильм какой-то, качнуть, посмотреть. Но вряд ли, я думаю, что кто-то будет загружать сюда 4К. В основном, скорее всего, будут все ограничиваться 1080p. Тем более экран здесь как раз-таки примерно 1080p. Чуть побольше он. То есть смысла сюда грузить что-то более тяжелое нет. Я вчера как раз смотрел в 1080p новый фильм «Переводчик». Называется «Гай Ричи». 6 примерно гигов там рип был. Вот. Каких-либо проблем вообще с этим как бы с рипаком не было при просмотре. Все отлично проигрывалось. Но это 1080p, повторюсь. То есть 4К здесь действительно, по всей видимости, аппаратно не поддерживает. ГПУ уже сам. То есть здесь у нас «Мали». Какой-то «МП-2». Там не помню точно именование. То есть по сути армовский гпушник референсный. Вот. То есть вот такие вот здесь мультимедийные возможности. Шмиспи демка с Джон Виком. Там она вообще без проблем играется. Шмиспи демка с Джон Виком. Там она вообще без проблем играется. Вот это видео тормозит. Как у Hardware Plus, так и в софтварном режиме. 4К у нас с высоким битрейтом. Но качество картинки здесь даже вот на этой матрице очень хорошее. Нет, но смартфон немножечко ее не передает полностью. Хотя в 4К сейчас записываю. Потом в 1080p буду еще декодить. Так. Software, Hardware Plus здесь вообще еще хуже. Так, еще одна демка фанасониковская. Ну, здесь получше вот играет в софтварном режиме. Но влаги тоже есть. Звук пропадает периодически. Сейчас пока звук хоть играет. Перемотка вообще тут долго все. Ну, более-менее с трудом, в принципе, на пределе. Но опять-таки может в любой момент пропасть звук и так далее. Ну, звук, возможно, пропадал какая-то была активность по Wi-Fi. Но это маловероятно. То есть здесь просто... Вот опять звук пропал. Кадры идут. Там вон ряб идет по воде. Hardware Plus здесь еще похуже даже работает. Там даже сейчас задумался. Не помню, как там алгоритм здесь разделяется. Hardware Plus софтвар. Ну, короче, в общем аппарат, но он не могет. 4К. Тут еще и правда видео с большим битрейтом. Здесь, к сожалению, не указан битрейт. Только вот на трешка. 3840 на 2160. H264. AVC, MPEG-4 AVC. 30 кадров в секунду. И звук с хорошим качеством. Вот как-то так. Игоном по качеству, но в целом ничего. Так запустил композицию. На максимальной громкости, конечно, если к ней приближаемся, все вообще печально. Так, в принципе, на минималке, ну, ближе к полтинничку, можно слушать процентов на 60. Не сравнится, конечно, с нормальным смартфоном по качеству, но в целом ничего пойдет. То есть во флаге это композиция, но динамики, конечно, здесь не самые лучшие, но слушать можно. Звук сейчас на максимум. Практически. Ему нужно добывать 15 килограммов золота в неделю, чтобы добиться цели. Это вдвое больше, чем дает тромбель. Новых участков почти не найти. Поэтому он возвращается на старое проверенное место. Не надо Digga туда тёлец. Писать там руку с Нищual Аppur Sharp. Он умерет в этот случай. Писать нашла смартфона.